Среди свидетельств, явно свидетельств русско-варярского взаимодействия, русско-скандинавского взаимодействия, есть как случаи совершенно очевидные, так и случаи спорные, но может быть полезно начать разговор о них с выделения каких-то особенностей и деталей, которые способствуют характеристике контактов с кандинавами и русскими. Достаточно сказать, что начать с такой простой вещи, что безусловно в восточнославянском языке, в премнерусском языке есть некий корпус кандинавских заимствований, но он, на удивление, невелик, он довольно, я бы сказал точнее, он, на удивление, ограничен. Ничего сходного с тем, что мы, скажем, наблюдаем в природе английского языка, нет и по ним. Вместе с тем, конечно же, есть какие-то восточнославянские заимствования у скандинавских языков, их еще меньшее. Но, тем не менее, и они устроены несходным образом. Если хорошо известны хрисоматийные примеры скандинавских заимствований в древнерусском, я даже не буду сейчас говорить о скандинавских именах собственных, но напомню такие слова, как стяг, грить, тюм, ягода, и все бесспорно этикологически скандинавские заимствования эпохи викингов, то славянские заимствования в скандинавские языки устроены чуть-чуть иначе. Там, конечно, есть некоторое количество таких же прямых заимствований и прямого переноса славянских слов в северно-германский язык, но вместе с тем ряд заимствований, ряд свидетельств, которые представляют в отличательную особенность, как некоторую гибридность. Именно скандинавские слова сочетают в себе северно-германский и славянский корм. Ну вот специалисту сразу приходит на ум обозначение маленького топорика, который встречается в сагах, который выглядит как тапор-тёкси, где тёкси — это нормальное скандинавское слово для топора, тогда как тапор — это славянское топор, безусловно. Это получается такой топор-топор, продублированный. Или в тех же сагах довольно надёжно зафиксированное обозначение золотых ворот в Константинополе, которые по-древне-исландски или по-древне-скандинавски выглядят как гуль-варта, где гуль — это регулярное обозначение золота, а варта — это, конечно, славянская ворота. И таких примеров не так мало. Они, на мой взгляд, очень симптоматичны и показательны. Ну, достаточно, кроме того, привести хотя бы скандинавские обозначения основных русских городов и самого древнего названия Руси — «Гардарики» или «Гарты». Так вот, конечно, названия древней русских городов сочетают в себе «Хольмгард», «Кенугард», «Никвагард». Они сочетаются в себе, как по-видимому представляют собой такую причудливую смесь германских и славянских корней, при том, что слово «гард» в данном случае выступает в нетипичном для скандинавовом значении. В скандинавском языке «гард» всегда обозначает хутор или некоторую огороженную усадьбу, тогда как здесь она явно передает славянское «град», «город», ну, в смысле, полис, так сказать, урбус. Но, пожалуй, среди вот таких осколков русско-варярского взаимодействия наиболее целостное и слаженное свидетельство представляет собой такой раззадский камень русско-скандинавских взаимосвязей. Это имена днепровских порогов, которые приводятся у Константина Багринародного, гиператора X века. Я просто напомню и зачитаю вслух, что он пишет о россах, которые идут в Византии через Киев, где для них изготавливают моноксилы, то есть это такие долбленные из ствола дерева водки, на которых они выбираются в нужные пункты. И в связи с этим Константин пишет. Затем также одни волком другие на плечах переправив свои моноксилы по всю сторону порогов. Он описывает днепровские пороги, те самые, где был убит князь, чуть позже был убит князь Святослав в Чинегове из-за сады. Значит, по всю сторону порогов, споткнул их в реку и неся груз. Входят сами и снова отплывают. По ступи уже... Ой, простите, я не с того места начал. Потом уже совершенно... Уже они давно плывут. А он начинает он с того, что они в июне месяце сдвигаются по реке Днепр, они спускаются к Витичеву, которая является крепостью Пахтиотом-Росов, и собравшись там в течение двух-трех дней, пока соединяются все моноксилы, тогда отправляются в путь и спускаются по названной реке Днепр. Прежде всего, они приходят к первому порогу, нарекаемому «эссупи», что означает по-русски и по-славянски «не спи». Порог — это столь же узор, как пространство цикростилий, а посередине его имеются обрывистые высокие скалы, торчащие наподобие островков. Поэтому набегающие и переливающие к ним вода, не завергаясь оттуда вниз, создают громкий страшный гул. Ввиду этого... Я заранее прошу прощения за длинную цитату, но она здесь необходима. Ввиду этого, росы не осмеливаются проходить между скалами, напричалив поблизости и высадив людей на сушу, а прочие вещи оставив в моноксилах, затем ноги, ощупывая своими ногами дно, волокуток, чтобы не натолкнуться на какой-либо камень. Так они делают одни у носа, другие посредине, а третье у корны, толкая ее шестами, и с крайней осторожностью они минуют этот первый порог по изгибу у берега реки. Когда они пройдут этот первый порог, то снова забрав с суши, прочих отплывают и переходят к другому порогу, ему называемому по-русски У-Морси, а по-славянски острову не прах, что означает островок порога. Он подобен первому, тяжело трудно проходить, и вновь выслежив людей, они проводят моноксилы, как и прежде. Подобным же образом, минуют они третий порог, называемый Геоном, что по-славянски означает шум порога. А затем также четвертый порог, огромный, нарекаемый по-русски, Айфор, по-славянски же не осить, так как в камнях порога гнездятся пеликаны. И так у этого порога все кричали к земле на саде, по пеликанам я могу сказать, если останется время, все кричали к земле на саде вперед, с ними выходят назначенные принесения стражей мужика, удаляются, они не несут стражу из-за причинокитов, это причинение. А прочие, взяв вещи, которые были у них в моноксилах, проводят рабов в цепях по суше на протяжении шести миль, пока не минуют порог. Затем также одни волоком, другие на плечах, приправив свои моноксилы по всю сторону порога, столкнув их вверху, и, внеся груз, входят сами и снова отплывают. Подступив же к пятому порогу, называемому по-русски Вару Форос, а по-славянски Вулни прах, ибо он образует большую запасть, и переправив опять по излучному реке свои моноксилы, как на первом, так и на втором пороге, они достигают шестого порога, называемого по-русски Лянди, а по-славянски Веручи, что означает кипение воды, и преодолевают его подобным же образом. От него они отплывают к седьмому порогу, называемому по-русски Струкун, а по-славянски на Презе, что переводится как Малый порог. Затем достигают так называемые переправы Крария, и дальше он уже описывает путь, где ларяги миновали пороги, и благополучно моноксилы добираются вдоль зайти. Вот об этих номинах микровских порогов написаны действительно десятки, если не сотни работ. Но я бы возьму на себя смелость предположить, что вот эта многочисленность сама по себе уже демонстрирует, что однозначные, простые всех убеждения, убеждающие решения не найдены здесь. Еще далеко не все имена порогов объяснены окончательно бесповоротно. Меня, конечно, больше всего интересует и интригует вопрос межязыкового взаимодействия и перевода. То есть, попросту говоря, как общались друг с другом славяне и варяне в эпоху Константина, и как при необходимости производилась передача актуальных понятий, терминов и названий. Разумеется, эти имена порогов, которые я перечислил, не могут дать нам универсальный ключ к этой ситуации, но некоторые штрихи из правового портрета следующим путем узворят в реке благодаря им все-таки проступали. Вот известно, что имена днепровских порогов, я намеренно этого не оговорил, зачитывая цитату, приведены одновременно по-славянски и по-русски. А кроме того, по-русски здесь значит по-скандинамски, а по-славянски значит по-восточно-славянски. А кроме того, смысл некоторых из этих названий пояснен по-гречески. Кажется, действительно, не нужно специально обговаривать, что русский это скандинавский, но в результате долгих исследовательских усилий установлено, что большая часть из приводимых здесь парных наименований является ничего иным, как переводом друг друга. Или, по крайней мере, лексиумы с весьма близкой и заметно пересекающейся семантикой. Вообще говоря, с точки зрения языковой ситуации это преобладание переводов само по себе факт довольно значим. Кто бы ни был по рождению и по языковой принадлежности информант Константина, а мы про это решительно ничего знаем. Может быть, он был сомянин или германец, или пусть у него даже несколько информантов, опрашиваемых вместе и независимо друг от друга. Ясно, что Константин не сам проходил эти пороги, он пользовался некими сведениями. Тут очевидно одно. Если славянская система и скандинавская система географических названий полностью или по преимуществу переводят одна другую, то едва ли разумно допускать, что они возникли и существовали самостоятельно и независимо друг от друга. Тут трудно вообразить, что славяне исполняли отдельные, так сказать, не сговариваясь, дали семи порогам семантически близкие практически торжественные номинования. И вот обычно если речь о такой большой группе названий двух разных народов, основания для их номинации будут совпадать только частично. В одном языке будет обращаться внимание, например, на скорость течения воды, а в другом на звучание или характер рельефа местности. Если совпадает более-менее все, очевидно, что в одном языке просто использованы готовые решения, сложившиеся в другом языке. С другой стороны, если много не совпадений, то перед нами скорее всего две независимых сформировавшихся системы. И вот на сегодняшний день в итоге семантическая близость пяти имен порогов кажется, не вызывает никаких сомнений. Но часть из них оговаривает сам Константин, когда он, например, говорит, что «э супе» значит, и по-славянски, и по-русски не спи. Но вот среди этих пяти это и супе у ворси острову Непрах, острову порога Геландри, тоже она говорит, что по-славянски это шум порога Валфоросу Непрах, Струхун Напрезия. А вот для двух порогов, ну, я их обозначаю как четвертый и шестой, но, конечно, вам уже трудно свидеть, какой из них четвертый и какой шестой, но вот для двух порогов традиционно приводится этимология, которая делает их название по значению совершенно различными. И я сегодня буду говорить о шестом пороге, который называется Лянти в тексте Константина. Поскольку я буду говорить о нем подробно, то я еще вернусь к тому, что он о том сообщает. Значит, Константин Погринолубный указывает, что его название означает по-гречески «кипение воды» «брасмонэр». И приводит сами эти названия. Он приводит славянское Леручи и русское Леручи. И здесь мы сталкиваемся с давно от нечной сложностью. Если славянское Леручи достаточно хорошо всеми опознается, всеми лингвистами опознается, как причастие настоящего времени от древнерусского глагола «вретье», «кипеть», «пузыриться», и таким образом очень хорошо соотносятся с объяснением Константина, сделанным по-гречески, то вот «росско», то есть скандинавское Леренти, с легкой руки замечательного совершенно лингвиста Вильгельма Томпсона, принято считать, что Леренти – это причастие настоящего времени от древнесеверного глагола «хлая», «хохотать», «смеяться». В результате оказывается, что скандинавы именовали порог «хохочущий», «смеющийся», а «соляне» «кипящийся», «пенящийся». И вот в таком случае перед нами есть вроде бы торжество формы и в русском и в славянском варианте мы видим причастие настоящего времени и, так сказать, часть задачки решена. Но о максимальтическом соответствии говорить не приходится, равно как о соответствии скандинавского названия греческому объяснению Константина. «хохочущийся», «смеящийся» трудно объяснить как «кипение воды». И хотя бы эта этимология при всем авторитете Томпсона вовсе не является прозрачным. Кстати, едва ли я считал таковой и сам автор. В самом деле именование порога «смеющийся», «хохочущий» довольно эффектно с точки зрения своеобразной литературной метафорики и, перебирая поэтические мифы, поэтические характеристики воды в разных традициях, мы, в принципе, можем обнаружить нечто похожее. Но, даже, так сказать, в общемировом масштабе такого рода сближения не являются частными, частотными. Недаром Томпсон в подкреплении своей этимологии ограничивается примером из песни «Одреватель» Монгфелла, то есть из литературного текста, интересующего, апеллирующего к совсем иной культурной традиции. Насколько мне известно, скандинавы не именовали гидромимические объекты, задействуя семантику смеха или охота. Я буду рад, если меня кто-то поправит, но, насколько мне известно, такого нет. Я очень подробно останавливаюсь на этом аспекте, потому что этимология имен других скандинавских порогов построена как раз на выявлении в них регулярных элементов, семантических или грамматических, встречающихся в гидромимической маниклатуре Северной Европы, что вполне оправданно и справедливо. Таких, например, как скандинавская «Форс», «Водопад», «Порог». Ну и вот, скажем, какой-нибудь айфор, который приводит Константин, он просто встречается в другой совершенно связи на рунической надписи. Между тем, возможна и другая этимология того самого русского названия шестого порога «Лярия», куда лучше соответствующего его славянам именованию. И что не менее существенно, она очень хорошо соответствует греческому пояснению Константина. Речь идет о таком довольно странном древнеиспанское глаголе «Хлоа», означающим как раз кипеть, быть горячим и спускать пар. Тут утрата начального «Ха» ни в коей мере не должна нас смущать, эта вещь довольно регулярная и ожидаемая. Кстати говоря, вот та самая традиционная этимология Томпсона тоже предполагает утрату начального «Ха» в глаголе «Хлое» «Хохотать, смеяться». Но почему же однако с самого начала этой версии использующей глагол «Хлоа» как-то не попала в поле зрения исследовать. Дело в том, что глагол «Хлоа» зафиксирован как абсолютный гапок с легоменом, то есть лексим, встречающийся ровно один раз в одном единственном памяти. Строго говоря, на самом деле таких памятников два, но второй попросу цитирует первый. Формально, ну, это действительно гапок с легоменом, хотя действительно все-таки встречается младший и не старший. Очевидно, что сталкиваясь словаре с уникальным текстовым примером, следует, скорее, осторожностью переносить его на другой. Тоже вполне уникальный и без того достаточно сложный случай скандинавского наименования порога в греческом тексте. Тем более, что в источниках, в скандинавских источниках исландских глагол «Хлоа» присутствует в форме третьего лица множественного числа, а вовсе не в форме причастия, как мне бы хотелось. Но вот если отвлечься от показаний словарей и обратиться к словам источников, в котором зафиксировано вот это самое интересующее слово «Хлоа», то подобная этимология находит неожиданное, на мой взгляд, довольно мощное подкрепление. Я отмечу, прежде всего, что вот этот упомянутый оригинальный источник, я присутствую как Даллас Слегоновым, это не что иное, как старшее, а источник, повторяющий текст, младший от основе стурбуса. Кажется, нет нужды лишний раз говорить о том, сколь обширен плац архоической или редкой лексики древнестоминавского языка, запечатленный исключительно старше эти, сколь высоким удельным весом, в особенности для эпохи Константина от середины X века, обладает каждый гапекс, леговен из этого текста по сравнению с гапексом любого другого древнестоминавского источника, но записанного на пергаменте порога. Тем более существенно, что употребление глагола «хвоа» подтверждается несколькими списками младших, где в Снуре цитируют поэтическую эту. Отсутствие «хвоа», как и отсутствие целого ряда этических слов других текстов можно объяснять в разные причины. С одной стороны, даже в пространстве старшей этой, как таковое, обнаруживается несколько синонимов для обозначения кипения воды. Например, «велла» или соответствующее причастие первое «велла» идея. Вот оно было очень хорошо подходило, но, к сожалению, не угодится. Так что «хвоа» со временем к эпохе записи глагонических текстов просто могло быть быть иными синонимами. С другой стороны, этот глагол мог обладать особенностями оттенками и коннотациями, делающими его использование не слишком часто. В этой связи, а также в перспективе этимологии наименований днепровских пороков особенно значен, на мой взгляд, самый контекст, в котором появляется глагол «хвоа». В речах Гримнера, а я напомню, что Гримнер это не кто иной, как подвергающийся жестокому испытанию Бог Один, имеется рассказ об устройстве мира, причем, естественно, для подобного рода космологического текста, естественно, для подобного рода космологического текста образом, мифологическая топонимика здесь очень тесно и вплотную увязана с топонимик реальной. И вот интересующий нас глаз девятый страфар этого текста является своеобразным завершением огромного перечня рек, как тех, что находятся у жилища богов, так и тех, что потекают, цитирую, земных людей, но в хель стремятся. Ну, он начинается там издалека, «Эйк Тюрнер, олень на Валхарле стоит, ест ле от листвун, хвельгермер падает, влага с врагов всех рек, то истоки». И дальше вот идет каталог рек, «Ситы, вит, сёкин, эйкин, свёль, и пун, трон, фьорни, фин, гуль, туль, рейн и рэнанди», рейн – это, конечно, тот самый исторический рейн, гипули, гёкуль, гёмули, гейль, вимоль, уже нища богов, тюни и вин, тёль и хёль, грат, гун, торин, вина, вина – это, видимо, длина, вина одна, вексвин другая, тьёкнума третья, нюрд и нённых рэн, слитых вит, сит, ирк, вилл и ван, вент и стрэнд, гёль и лейфтор, тем земных людей, но в хейт стремятся. И, наконец, говорится, «херн и эрн, и херлаук, обе реки, тор, тор, бог тор, бог брод переходит, в те дни, когда асы решат правосудие, уясеннее их драссив, тупору, священные воды кипят, хейла в нхлоа», вот здесь появляется этот нужный нам глагол, пламенит мост асов. Таким образом, из-за этого довольно сложного текста, видно, что интересующий нас глагол Хлоа упомянут в составе личной части описания мира. Более того, он характеризует непосредственно состояние личных вод, проходимых и непроходимых одновременно. И, кажется, это делает версию о том, что именно образованное от него причастие могло стать скандинавским названием гипровского порога более правдоподобным. Я обращу внимание, что если речь идет о самом тексте Старшельда, то значение глагола Хлоа, несмотря на его уникальность в древнескандинавских памятниках, определяется довольно надежно, благодаря функционированию родственных слов скандинавских и югигерманских языков. Этому слову вообще был посвящен целый ряд специальных работ, и семантика кипения – это как раз наиболее убедительная и общепринятая версия его этимологизации. В перспективе скандинавистической существенно, собственно говоря, именно то, что этический глагол Хлоа, рассматрившийся германистами весьма пристально, но исключительно как гапокс, утрачивает тем самым свою единичность. Как бы перестает быть гапоксом, приобретает, если вот все, что я рассказываю, верно, приобретает некий дериват в реальной гидронинике 10-го столетия. Вообще говоря, при том дефиците фиксации данных, которые мы искупим для 10-го века, и относительно скандинавских, конечно, и относительно славянских языковых фактов, целесообразно, кажется, обращать больше внимания на контекст, а не только на словарные списки и грамматические схемы. Особенно, конечно, это актуально, когда какое-либо слово, как название вот этих наших порогов, встречается в онлайн-язычном источнике. Вот, допустим, след за рядом исследователей и комментаторов, что информантом Константина был некий славянин, а вообще говоря, такая гипотеза на сегодняшний день считается общепринятой, что он был не просто, как представление нам, а даже и южный славянин Болгарии. В таком случае, в его устах скандинавские названия почти неизбежно подвергаются хотя бы незначительной, а, возможно, довольно заметной трансформации. А затем они еще раз трансформируются еще более заметно под пером греческого составителя текста. И вот с этим-то, как минимум дважды, преломленным отражением мы имеем дело. Ну вот, и на этом я закончу. Возвращаясь к тому, с чего я начал, скорее всего, все-таки не существовало двух независимых систем именований порогов, славянской и скандинавской. Это были, ну, как бы два сообщающихся сосуда. Можно позволить себе пофантазировать и представить дело так, что, например, часть порогов имела исконные славянские названия, и скандинавы перевели. Но им, как людям плавающим здесь больше, с большей регулярностью, понадобилось, что называется, детализировать карту и дать имена и другим порогам. А эти имена, в свою очередь, как-то передавали по-славянски. Но я бы ни в коем случае не настаивал именно на такой схеме на нации, пока у нас просто нет достаточных данных, чтобы определить здесь что-то с уверенностью. Ну и под конец стоит сказать и о том, в какой мере мифологические названия и эпитеты, характеризующие мифологические объекты, могут переноситься у скандинавов на географическую реальность. Но такого рода культурную игру мы наблюдаем в относительно поздней эпохи, в 12-13 веке, когда Снорис Турлс, например, называл свою палатку на Тинге Варгалу или Малли Варгалу. Он явно играл с некоторым языком культуры, с некоторыми образами. А вот насколько такое могло происходить в 10 веке? Мы знаем, что такой перенос в принципе возможен. Очень интересно, насколько в нарративе при упоминании такого географического названия будет силен его мифологический подтекст. Насколько для скандинавского автора и его аудитории вот та самая вина, которую я обниму, это двина, протекающая по вполне конкретным местам. А насколько она для них река, стремящаяся к Хельну, берегах, в которой вполне можно встретить дракона, чудовища и тролли, и великана. Но это уже действительно разговор, требующий отдельного времени и пространства. Спасибо. Аплодисменты. Один, какой-то... А вот вопрос они вроде бы не родственные этимологические, но родственные нас хлюя согревать, очищать, сохранять. Вроде бы нет. Спасибо. Сережа. Сергей Ильич, простите. А когда продолжение этого же вопроса, глагол вредия не имел ни... Значение смеяться, которое можно было бы угадать в более поздних значениях верещать и однако лежит. Ну, все-таки где вещать и где смеяться, вроде бы не фиксируется в свое значение. Спасибо за вопрос. Я подумаю, но вроде бы нет. Вроде бы не получается. Насколько я вас поняла, смысл состоит в том, что название носили семантический характер. Ну, как вы сказали? Что это была семантическая единица, которая на одном языке... На одном языке передавалась так, на другом так. И в связи с этим у меня возник такой вопрос. Буквально в каждой деревне есть свой гремячий ключ. Очень распространенный российский этапонин по аналогии с верующим порогом. Интересно, проводились ли исследования в каких-то многоязычных сообществах, как эти гремячие ключи называют, те, кто на русском не говорит. Это было бы полезно, наверное. Ну, я не знаю, но гремячий ключ полностью соответствовал бы названию четвертого порога Геллендри. То есть звенящий... Нет, просто называют называют ли их по-русски, те, кто у кого основной язык не русский, или переводят на свой язык просто в качестве статистической промежистики. Не знаю, но тут, мне кажется, довольно показательно, что Константин... мы привыкли видеть в этих временах порогов такие два столбца. Одно русское, другое славянское. Так оно, в общем-то, в целом и получается. На самом деле, в этих двух столбцах есть пропуски. Он периодически как бы оптимизирует свое изложение и говорит по-русски и по-славянски это значит одинаково. И не приводит, например, славянскую форму. Видимо, все-таки... И это, кстати, заставляет не оцениваться, что его информант был болгарин или южный славянин. Видимо, все-таки первичный такой точка ощущения для него были скорее русские, скандинавские названия порогов. Тем более, что вообще, говорил он в этом фрагменте и говорит про Росса. Его славяне интересуют только как изготовители этих монахсилов, которыми они торгуют на берегах Киева. Он мало про них в данном случае упоминает. Большое, да. Спасибо, спасибо. Спасибо.